Посылки для солдат, участвующих в спецоперации на Донбассе, собирают жители Куйбышевского района. Привет из сибирской земли, со словами поддержки, готовы отправить сотни жителей. Девятилетняя Лиза вместе с бабушкой в пункт сбора пришла специально, чтобы передать письмо, которое она написала солдатам. Дорогой солдат, будь смелым, сильным и не бойся трудностей, мы в тебя весь. У меня родственники на Украине. Первый вопрос мы долго не виделись, как там твои родственники. Ну и мы за солдат, конечно. Народную акцию по сбору подарков для солдат, участвующих в спецоперации на Донбассе, организовал Союз женщин России по согласованию с Министерством обороны. Передать весточку сибирской земли решили сотни жителей района. Мы хотим поддержать наших ребят, которые обеспечивают мирное небо нам. Спасибо вам, сыновья. Мы написали письма, и эти письма мы привожим в свои подарки. Дети, у нас самое главное дети, что давайте попробуем, давайте все упаковали, а там уже пусть распаковывают, нарисовали даже письма солдатам. Треугольники все свернули, все нарисовали. Которые писать не умеют, мы рисуем. И все это вот вложили в коробочки. Сладости и средства гигиены упакуют в индивидуальные коробки. Туда же вложат письма с теплыми пожеланиями и словами поддержки. Это подарок. Я еще вложила туда ангелочка. Дети сделали из бисера, бисер плетения ангелочкой. Я тогда вложила. Думаю, пусть это будет ангел-хранитель. Хранит его, этого солдатика, как будет и попадет эта посылочка. С начала акции уже удалось собрать больше полусотни посылок для солдат. Желающих в ней поучаствовать с каждым днем становится все больше. С большой душой откликаются люди. Очень много звонят. С чувствами, конечно, и материнскими, и отцовскими. Очень много идут, несут сюда. Это подарок мы делаем нашему дорогому солдату. Хотелось бы его порадовать хоть немножечко весточкой с родной земли, во-первых. А во-вторых, поддержать моральный дух и чтобы наши ребята почувствовали, что вся страна вместе с ними. В понедельник посылки передадут в Новосибирск. Оттуда они отправятся на Донбасс. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.